На вопросе заседания, конечно, возможности ребятам поработать летом, кто достиг 14-летнего возраста, что будет сделано в регионе для того, чтобы предоставить такую возможность, и как будет осуществлена поддержка предприятий? Да, вы знаете, очень важно, чтобы отношение к этой задаче было неформальное, потому что мы понимаем, что в предыдущие годы, когда этот проект вообще был, развивался, ну, всегда руководствовались данными статистики. Вот столько-то поработало, столько-то было трудоустроено, когда начинаешь смотреть качество, видно, что поработали день-два, показатели достигли, ну, и как бы все отчитались бодро и разошлись. Сейчас очень важно, чтобы мы относились к этому с полным пониманием, потому что такая задача стоит уже на общероссийском уровне. Мы видим, что вопрос замещения трудовых мигрантов собственными трудовыми ресурсами, развития экономики, прежде всего, требует более серьезного отношения к формированию специалистов в разных сферах. Это и специалисты среднего звена, те, кто выпускаются из средних профессиональных образовательных учреждений, это и специалисты с высшим образованием, которые заканчивают наши уважаемые вузы. И, конечно, все начинается с того, как ребенок уже в старшем школьном возрасте выбирает для себя какую-то специальность, понимает, кем бы он хотел стать. Я думаю, одним из решений этой задачи является летнее трудоустройство, возможность попробовать себя в той сфере деятельности, которая тебе была бы интересна. И вот наша задача, как региону, как региональный пресс, такую возможность дать, предоставить для детей, чтобы они поработали, заработали свои первые деньги, поняли, как деньги зарабатываются, потому что большая очень практика. Сейчас мы видим в интернете, дети зарабатывают на разных сервисах, публикуя какие-то видеосюжеты, занимаясь размещением рекламных роликов. Это тоже очень важно, но еще важно, и не забывая, что есть реальная экономика. Это реальная отрасля промышленности, реальная отрасль экономики, реальная отрасль социальной сферы. Это и здравоохранение, и образование. Это промышленность, перерабатывающие производства, обрабатывающие. Это отрасли по строительству, ремонту дорог, лесопромышленного комплекса, металлообработки. Это то, где дети сегодня могут уже себя попробовать, поработав, в соответствии с законодательством, и заработав, так же, как и в сельском хозяйстве, свои первые деньги, свои трудовые доходы. Поэтому, я думаю, это очень важная задача. И вот каждый год, рассматривая и задачу на летний период, и итоги проведения, мы видим, что и с нашей стороны, и с стороны чиновников, тоже меняется отношение к этой работе. Поэтому я надеюсь, что вот эта работа уже в этом году примет такой более конкретный характер, более, ну, что ли, настоящее выполнение этой задачи, я думаю, нам даст необходимые результаты для развития и страны, и экономики, для развития нашего будущего поколения, которое будет уже развивать страну в ближайшие годы. Теоргий Владимирович, обсуждался сегодня возможность вакцинации сотрудников, которые будут принимать участие в летней оздоровительной кампании. На ваш взгляд, насколько это важно, и как работа будет строиться? Вы знаете, дело в том, что уже вакцинироваться, наверное, поздновато для этих категорий, которые идут сейчас работать в лагеря, может быть, там, для третьей смены, там, для четвертой смены это успеется, но те, кто начинают работать в июне, должны быть либо уже вакцинированы, либо переболевшись антителами сотрудники, потому что мы понимаем, что родители, передавая своих детей в лагеря, должны иметь полную уверенность, что с ними работают люди, которые имеют иммунитет. Это первое. Второе, мы понимаем, что нам очень важно иметь профилактику. Потому что, если предположить, что кто-то может занести эту эпидемию на территории лагеря, то родители вместо, там, оздоровленных детей получат обратно домой детей, которые находят в состоянии заболевания, потом надо будет брать больничный, и, соответственно, уже все будет испорчено. И настроение, и время, и все. Поэтому сегодня это очень важная задача для глав муниципальных образований подобрать тех людей, которые будут работать в течение всех периодов оздоровительной кампании детской, именно вакцинированных, либо с антителами, переболевших коронавирусной инфекцией. Кроме того, задача поставлена посмотреть систему мотивации, чтобы те люди, которые работают, вот непростой сезон, 21-й, в системе оздоровительных лагерей и летней оздоровительной кампании, получили большую мотивацию, нежели в прошлом году, и по сравнению с тем, что планировалось. Потому что мы понимаем, что сложная задача, более детальный отбор людей, более высокие требования, это и по заполняемости 75%, и по организации всех мероприятий, чтобы были соблюдены все необходимые меры. Поэтому главы такую задачу получили, средства для этого есть, теперь все будет зависеть от их умения организовать работу. Игорь Михайлович, один из вопросов не касается заседания правительства, это газификация, мы знаем, что есть поручение президента газифицировать все населенные пункты страны, и Тверская Лусь одна из первых синхронизировала свои планы с компанией «Газпром». Как на сегодняшний день обстоят дела? И еще вопрос по поводу подключения так называемой последней мили, как Тверской Лусь помогает санжителям? Да, очень важная задача, вы знаете, что мы приступили к ее реализации, она поставлена президентом Российской Федерации, но в пользу случаем хотел бы поблагодарить руководителя государства, Владимир Владимировича Путина, за то, что в том числе и наш регион оказался в числе первых. У нас практически самый большой объем средств на газификацию выделено 23,5 миллиарда рублей, из них большинство средств компании «Газпром». Наш областной бюджет тоже участвует в этой работе. У нас планируется построить за эти пять лет, до 2025 года, 1248 километров газовых сетей и отводов, при этом мы планируем подключить более 46 тысяч домовладений, которые должны быть на территории нашего региона плюсом к тем, которые уже запланированы. И, конечно, если говорить про поддержку людей, которым это необходимо, кто-то может сам подключиться и, может быть, не нуждается какой-то поддержки, но в большинстве случаев необходимо, конечно, поучаствовать в подключении домовладений к системе газификации. Со своей стороны, в областном бюджете заложены средства. Мы порядка 29 тысяч 700 рублей выплачиваем каждому домохозяйству, кто нуждается, у кого есть статус для оказания социальной поддержки. Для городских квартир это 9 900 рублей. Ну и, конечно, сейчас уже на финальной стадии находится программа. Завтра будет большое совещание у нас проходить с участием руководителей правительства Российской Федерации, компании «Газпром» на территории города Твери, о ходе реализации этих мероприятий и о том, как будет уже конкретно реализовываться поручение президента и как будет подключаться домохозяйство по так называемой льготной цене либо на безвозмездной основе. Все очень индивидуально, но общая система, которая была подписана президентом, должна быть понятна, прозрачна, чтобы не было никаких злоупотреблений. Поэтому по итогам завтрашнего мероприятия, я думаю, мы уже дадим прям полную, черпающую информацию по всем интересующим вопросам.